здравствуйте мои дорогие зрители так сегодня я хочу познакомить вас с новым для россии брендом это итальянская марка кико и представлена она пока только в интернет магазинах и в группах вконтакте одна из групп предоставила мне для ознакомления эту косметику я сегодня хочу рассказать вам о своих впечатлениях как я и сказала марка итальянская я даже слышала что ее называют полупрофессиональной она где-то примерно средний скажем так ценовой категории и каждое каждое средство упаковано вот в такую отдельную коробочку что согласитесь тоже приятно и начну я свой рассказ пожалуй с косметического средства которое впечатлило меня больше всего и говорю я вот о такой выравнивающей основе с эффектом лифтинга это 3d лифтинг фондейшн со спф 15 а это тональный крем специально разработан для зрелой кожи и содержит в себе ингредиенты которые помогают бороться с признаками старения кожи это средства скажем так два в одном уход плюс декоративной функции на самом деле я не склонна переоценивать наличие каких-то ухаживающих компонентов в декоративной косметики но все-таки я считаю что это уж точно не лишним если вы используете тональный крем с ухаживающими компонентами конечно совершенно не обозначает что я перестану пользоваться своим уходом конечно нет но на самом деле присутствие этих самых ухаживающих компонентов всегда очень благотворно на действует действует на кожу это в принципе видно эффект 3d лифтинга что это такое конечно же я не заметила какого-то супер подтягивающего действия которое было бы сильнее чем скажем ухаживающее средство конечно нет но этот тональный крем содержит компоненты которые делает вашу кожу более свежей что является признаком ну скажем зрелой кожи конечно помимо каких-то морщин там не знаю пигментации еще чего то конечно же это кожа теряет свежесть да она становится более тусклой и этот тональный крем содержит компоненты которые делает ее светящийся это действительно так но не путайте это скажем с какими-то блестками перламутром эффектом хайлайтера там не знаю нет это нечто что невооруженным глазом не видно но когда вы смотрите на кожу вы понимаете что она сияет вот сияет таким хорошим здоровым свежим блеском это просто замечательный тональный крем который без привлечения мне очень понравился хотя у меня есть чем сравнивать и нам сказать косметики я попробовала немало вот действительно достойный продукт и есть огромный плюс еще у этого тонального крема который сейчас заставляет меня его экономить со мной это бывает не часто надо сказать потому что я люблю все новое у меня заканчивается одно я покупаю что-то другое но этот тональный крем отлично работает как корректор для области глаз а я практически никогда не использую тональное средство на кожу вокруг глаз только потому что у меня кожа жирная как вы знаете и все мои средства как я не раз говорила они стойкие они плотные и как правило они не подходят для кожи вокруг глаз вот но вот этот тональный крем он для этой области отлично подходит потому что он абсолютно не сушит кожу он делает ее какой-то однородный сияющий просто вот ну супер поэтому я его сейчас экономлю для лица у меня масса тональных средств поэтому я как бы не могу сказать что они хуже чем он но этот тональный крем отлично работает как средство вокруг глаз как я и сказала не сушит кожу выравнивает ее не забивается в морщинки выглядит очень все это свежо и не побоюсь этого слова молода отличный тональный крем который идеально подойдет девушкам и женщинам после 30 кто себя как ощущает скажем так вот и он делает вашу кожу бодрой он делает вашу кожу свежей что нам еще надо особенно этот тональный крем очень будет хороший период осень зима если вы пользу если у вас жирная кожа и вы летом пользуетесь тональным кремом то конечно нет он не подойдет потому что в нем очень много ухода и это чувствуется и кожа замечательно выглядит и так далее мой рассказ будет о компактной пудре это минеральная компактная пудра два в одном которая предназначена для того чтобы вы могли ее использовать и сухим способом и мокрым способом и эта пудра которая разработана специально для нужд нормальной и жирной кожи а вы можете использовать эту пудру как тональную основу для этого вам нужно будет просто намочить спонж который здесь прилагается и у вас получится плотное хорошо маскирующая покрытие если вам нужно легкое покрытие то вы можете использовать сухой спонж или скажем кисточку и тогда эта пудра даст вот такое легкое вуалевидное естественное покрытие главное мне кажется достоинство этой пудры именно в том что она выглядит очень натурально вообще главное достоинство любой хорошей пудры это то что и она не лежит вот таким слоем который видно но при этом она имеет способность хорошо скрывать недостатки эта пудра имеет способность хорошо скрывать недостатки за счет специальных компонентов скажем так которые дают такой эффект мягкого фокуса и за счет этого у вас скажем так минимизируется количество ваших загнула ваших каких-то недостатках на коже мне к сожалению не удалось насладиться всеми прелестями этой пудры только потому что я неправильно выбрала оттенок вот пожалуйста это огромный минус покупок в интернете что вы не можете протестировать цвет цвет оказался темнее причем значительно темнее я даже сомневаюсь что я смогла бы ею пользоваться летом вот но если только легко легко нанести какой-то большой кистью такой чтобы вуалевидное было покрытие но естественно где наша не пропадала я не могу позволить чтобы этот продукт хороший продукт надо сказать качественный валялся без дела поэтому я сейчас использую его как скульптурирующее средство надо сказать что я поняла для себя что если у вас нет навыка делать хорошее скульптурирование то есть такое правильное чтобы это смотрелось не какими-то не знаю неестественными полосами на лице чтобы это действительно выполняла бронзер выполнял свою свое назначение действительно делал придавал форму вашему лицу какие-то скулы обозначивал вот лучше всего если у вас светлая кожа и нет навыка использовать пудру которая темнее ну на два оттенка вашего вашей кожи вот это дает возможность нанести этот бронзер более естественно его не будет так сильно заметно он будет выполнять свою функцию но даже если где-то вы промахнетесь скажем так это это не будет так уж очевидно это будет выглядеть натурально вот поэтому эту пудру я использую сейчас как бронзер и очень довольна далее тушь для ресниц ультра тек она называется это тушь заявлено как объемная у нее удобная для меня и любимая мною силиконовая кисть как я уже не раз говорила и она дает возможность конечно же реснички все хорошо прочесать и уложить из минусов то что я особого объема в ней не нашла мне кажется это больше все-таки тушь для натурального макияжа если вы хотите получить объем то вам естественно придется наращивать и даже не два раза раза три это точно чтобы у вас этот самый объем появился но опять же в том случае если ваши ресницы не особо хороши например как у меня вот большого объема она не даст надо естественный макияж разделенные реснички и я не могу сказать что она меня особо впечатлила но тушь и тушь в принципе я знаю варианты получше так далее речь пойдет о помаде как я уже вам не раз говорила все-таки для меня всегда были предпочтительнее блески но все течет все меняется впереди зима сейчас осень я решила что в моем арсенале тоже должна быть помада вот эта помада от кика она увлажняющая оттенок 902 она такой я бы сказала сливочной текстуры средней текстуры и хотя я читала обзоры что она легкая я бы не сказала что она легкая потому что если учесть что у меня достаточно темный родной свой пигмент губ она способна его перекрыть ну наверное поэтому ее легкой назвать нельзя она достаточно комфортно на губах она очень приятно нежно пахнет ванилькой она долго держится на губах она хорошо наносится не подчеркивает какие-то неровности она комфортно в принципе цвет опять выбрала неправильный оттенок но смысле я на картинке подумал что он больше в какой-то натуральную гамму он все-таки розовый пусть розовый не такой яркий не явный но розовый сейчас зимой конечно предпочтение я отдаю осенью зимой более теплым каким-то оттенком вот но для лета она конечно будет хороша и еще для меня минус в ней есть небольшое количество перламутра именно вот в этом оттенке 902 и мне это тоже не очень нравится вот сегодня нанесла только потому что хочу показать вам вот как-то ну не люблю я перламутр ни в каких его проявлениях вот может быть это даже нельзя назвать перламутром может быть это хотя нет это перламутр и это мне не нравится но по качеству помада хороша а ну и последнее это два лака от кико два лака для ногтей мои любимые лаки них я могу говорить сколько угодно и мне никогда не надоедает а я выбрала два для себя разных эффекта интересных для меня эффекта во первых это матовый лак который у меня никогда не было с так называемым сахарным эффектом это лак который содержит микро частички которые когда высыхает лак такое покрытие дает матовое и рельефное что ли у меня лаков с таким эффектом никогда не было и я не могу сравнить его скажем с какой-то другой маркой если мы говорим сейчас о конкретно о марке кико вот но могу сказать что в принципе для разнообразия этот эффект мне понравился хотя у меня честно говоря частенько возникало желание какой-то топ нанести но понятное дело в этом нет смысла это как бы совсем другая история но тем не менее этот лак очень быстро сохнет и это один из плюсов потом держится если вам нужен лак который будет держаться неделю и допустим вы куда-то едете у вас не будет возможно сделать маникюр лак с таким эффектом это просто супер я наверное дней пять ходила и поняла что с ним вообще ничего не происходит и может быть если уж там приглядываться где-то на кончике ногтя можно найти там чуть-чуть какую-то шероховатость но опять же это только при большом желании поэтому вот огромный плюс этих лаков помимо интересного какого-то эффекта если он вам необходим большая стойкость поэтому да если вам интересен более подробный обзор то ссылочка будет под видео ссылочка на мой блог где я о этом лаки рассказывала она еще один лак это лак со специальным световым эффектом который в престоронародии называется хамелеон отразить оттенок этого лака фотографии просто невозможно ни фотографии ни видео потому что все зависит от того как на него будет падать свет он может быть и темно-зеленым он может быть и темно-синим и даже я вот смотрю какие-то бордово розовый нюансы в нем есть то есть очень красивый конечно эффект я выбрала его только потому что очень много у меня глянца и иногда хочется чего-то нового какого-то другого эффекта вот оттенок лака конечно просто невообразимый у нас только глубокий он настолько красивый наверное только самая ленивая моя подруга не потянула мою руку чтобы посмотреть что за красивый оттенок он действительно бросается в глаза он очень насыщенный и очень очень глубокий отличный лака что касается его функций он действительно быстро сохнущий как и заявляет производитель он принципе два слоя вполне достаточно чтобы отразить оттенок он неплохо держится но в принципе я в основном использую сушку вот хорошие лаки красивый эффект поэтому советую а ну что ж вот это весь мой обзор я очень надеюсь что вам было интересно и мое видео казалось для вас полезным по крайней мере я очень старалась отдельное спасибо девочкам владельцам интернет магазина вконтакте которые предоставили мне возможность попробовать новую марку вообще знакомство с новым брендом это конечно всегда очень интересно это здорово и для бьюти блогера и для любого любителя косметики коих я думаю в рядах моих зрителей зрителей немало вот на этом все я прощаюсь с вами обязательно пусть у вас все будет хорошо самое главное не болейте до встречи на моем канале пока